Работники сельского хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Этот год для них выдался тяжелым, поэтому государство активно поддерживало отрасль. Репортаж Регины Васильчук. На нашей фирме рабочий день начинается в 8 утра. Это происходит кормление коров, осмотр. Витрач приезжает, осматривает каждую коровку, смотрит, как в ее состоянии. То есть рабочий процесс непрерывный, да? Да, непрерывный. Они пугаются незнакомых? Да, незнакомых пугаются. Вот местных они вот тянутся. А, вот смотрите, как знают вас уже. Да, конечно. И работников так все? Работников всех они знают. По расписанию на ферме завтрак техника уже раздала корм. Леонид следит, чтобы буренки съели все до последней крошки. Коровы беременные, за ними глаз да глаз. Во сколько кушать просят? Да они всю дорогу кушают и ночью хорошо кушают. Даже ночью? Да. Они едят постоянно, потому что тут еще дежурим, они котятся. Рожают. И сейчас контролируем этот момент, поэтому бывает и ночью дежурим. А это зоотехник Игорь Борисович. Он составляет для коров меню, чтобы было и вкусно, и полезно. Но через неделю придется прощаться. Игорь Борисович выходит на пенсию. Ну, через два месяца приезжайте, они будут телиться. Тогда будет веселее, будут теленки, будет молоко. Не будете жалеть, что через два месяца появится телятка, а вас не будет здесь? Ну, еще посмотрим. А может останетесь? Может быть. Пока буренки доедают завтрак, им уже готовят обед. За рулем Александр, он же тракторист, он же повар. Большой чан, несколько кавшей силоса, сверху соломы и немного комбикорма для вкуса. Вот это у нас дается рацион кормления. Меню? Меню, да. Меню, да. Силос 800, соломки 400 и комбикорма. И время. И время в 9 и в 3 часа дня. Вот работаете вы на таком большом агрегате, да? Что сложного? Ничего сложного на нем нет. Все спокойно, красивенько, удобно. Техника предназначена для таких работ. Спокойно, красиво и под музыку. С таким настроением Александр за рулем в полях 16 лет. Его учил папа, папу, дед. Работа, говорит, несложная, но не для ленивых. На ферме людей не хватает. Такая работа требует полной одачи. Этот год для сельского хозяйства неудачный. То, что не замерзло зимой без снега, засохло летом без капли дождя. Больше 50% урожая погибло, а земледельцам продавать было нечего. На консервные заводы тоже отправили меньше, чем рассчитывали. Животноводческим фермам не хватало корма. Государство поддержало аграриев, снизило налоги, предоставило льготные кредиты и субсидии. В Верховном Совете считают, эти деньги скоро вернутся назад в бюджет. И сельское хозяйство начнет приносить доход. Сама сфера может развиваться долго и ждать лет 10. А можно с помощью государственной поддержки обеспечить относительно быстрый рост этой отрасли, естественно, доходов бюджета. 100-150 миллионов рублей доходов бюджета через три года, если мы будем реализовывать программу в сфере миллиардаций. Если все-таки даст результаты программа приобретения нетель, я думаю, мы сможем иметь дополнительных доходов. Сельское хозяйство – это как раз то, что не про работу, а про стиль жизни. Когда мы утром только садимся за стол завтракать, эти люди уже и коров подоили, и поле засеяли, и урожай собрали. И, кстати, именно благодаря ими и их непрерывной работе нам есть что подавать на стол. Регина Васильчук и Александр Зелинский, ТСВ. Регина Васильчук и Александр Зелинский, ТСВ.